Примериваясь, потрогайте великую ношу первых, Как самое неизбежное взвалите ее на плечи. Если вы есть, будьте первыми, Первым труднее и легче. По давно сложившейся традиции рождественские чтения начинают с поэзии. Пока ее читают организаторы, а позже выступления ждут от участников творческой лаборатории. Последние предельно внимательны. На выбранные ими стихотворения предстоит написать сценарий, снять по нему видеоролик. Пока же процесс обучения. Конкурсантам рассказывают, как рождались стихи у великого мэтра. Он вообще сравнивал свое творчество, как, может, покажется вам, с рыбалкой. Я в поток кривущей удочки забрасываю, по тетрадному листу круги расходятся. И вот когда родится произведение у вас, прождественские называют это, как поймать золотую рыбку. Студенты, актеры и начинающие режиссеры пока участников творческой лаборатории только пять. Для Дениса Фурсова это будет дебют. Признается, что решение участвовать в поэтическом конкурсе далось непросто, но настроен решительно. Я перечитал все его стихи, сколько у него только есть. То есть какие-то знал, какие-то в первый раз прочел. Отбор такой серьезный провел, выбрал два. И вот сейчас буквально сижу и уже в последний момент определяюсь, с каким я выйду. Лучший видеоролик на стихи Рождественского определяют онлайн-голосованием. Оно пройдет на сайте организаторов. Кстати, по примеру конкурсантов, создать свою зарисовку на стихи Рождественского может любой житель региона. Прямые эфиры с выступлениями запланированы на 10 и 17 июня. А уже 20-го в день рождения известного поэта будет определен победитель. Его ждет приз зрительских симпатий, какой держат в секрете. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком.